Приветствую вас в очередном уроке курса по созданию схем от CandyFrame. В прошлый раз мы закончили на том, что подобрали все символы. Следующим этапом является вывод схемы в PDF-файл. Прежде чем мы начнем выводить схему в файл, нам нужно осуществить еще некоторую подготовку. Во-первых, нам нужно подготовить красивый скрин схемы, то есть обрезать все края, если вы еще до сих пор этого не сделали, подобрать цвет и тип основы, а также подготовить паспорту и цвет рамки. Для этого, если у вас есть параллельная палитра, перейдите на основную. Режим отображения, выбираем крестики и выбираем тип и цвет основы. В моем случае это белая равномерка. Переходим в меню File, Показать в рамке. Всплывающее окно предупреждает вас о том, что для вывода скрина схемы будет использоваться текущее масштабирование. Это значит, что чем сильнее приближен ваш файл, тем выше будет качество изображения. Не нужно приближать слишком сильно, но и не нужно сильно отдалять, иначе качество получится плохое. Оптимальный размер 5-6 мегабайт, выше не нужно. Нажимаем ОК и переходим в режим подбора рамки. Здесь имеются уже знакомые нам кнопки Приблизить и Отдалить, для того, чтобы приближать и отдалять нашу работу. Нажав на кнопку Экспорт, мы выведем текущий вариант подбора в файл. Нажав на дверь, мы выйдем из режима подбора. При этом, когда мы зайдем в следующий раз, нам будет показан наш последний вариант подбора. Также мы можем этот вариант распечатать и задать настройки для принтера. Нажав на палитру, можно выбрать цвет Паспорту. Выбрать можно из уже имеющихся вариантов, либо выбрать оттенок через кнопку Определить цвет. Пипетка также поможет вам подобрать цвет Паспорту. В этом случае цвет вы можете выбрать из тех, что уже имеются на вашей работе, для того, чтобы Паспорту максимально подходило к вышивке. Кнопка по размеру экрана уменьшает или увеличивает размер вашей работы для более комфортного подбора рамки. Режим Полный экран. Здесь все понятно, работа во весь экран. Программа также позволяет нам выбрать форму Паспорту. Например, она может быть прямоугольной, либо же круглой. Также на верхней панели инструментов имеются настройки размеров Паспорту, размера контура. Размер рамки в данном случае предполагает размер Паспорту. Вы можете его увеличить или уменьшить, и тогда Паспорту у вас станет шире, либо уже, в зависимости от того числа, который вы поставили. То же самое с размером контура. Это тот объем вышивки, который захватывает ваш скрин. И также вы можете сместить ваш скрин относительно Паспорту вправо, либо влево, вниз, либо вверх. Кнопка Глубина рамки меняет толщину рамки. Варианты рамок, которые можно выбрать, представлены слева. Переключаться между ними можно просто кликнув по любой из рамок. Мне нравится, как выглядит белая рамка с моей работой, но в своих схемах я чаще всего использую одну и ту же рамку для всех работ. Это позволяет идентифицировать мои работы на фоне остальных и добавляет немного единообразности к стилю оформления моих работ. Когда вы определились с рамкой и Паспорту, нажимаете «Экспорт» и в появившемся окне проверяете, чтобы значение DPI, то есть количество точек на дюйм, было не менее чем 300. Окей. И в следующем всплывающем окне можно выбрать формат изображения, в котором будет выведен ваш файл. Обычно это JPEG. Качество можно поднять до 100. Нужно определиться с местом, где будет лежать этот файл, задать ему название и еще раз выбрать тип файла. И после этого нажать кнопку «Сохранить». Для того, чтобы выйти из режима подбора рамки, нужно нажать либо на крестик, либо на дверь. Разница лишь в том, что если вы нажмете на крестик, в следующий раз вам придется подбирать все заново, а если вы нажмете на дверь, то ваш результат, который вы сейчас подобрали, сохранится. Следующий наш шаг – это обрезка схемы. Обрезать схему нужно для того, чтобы на листах схемы не было пустого пространства в виде незанятых клеточек. В моем случае примерно по 10 клеточек с каждой стороны, слева, справа, снизу и сверху, нужно убрать для того, чтобы не было этого пустого расстояния. На этом этапе я вам советую создать копию файла, в котором вы сейчас работаете, для того, чтобы иметь отдельный файл для скрина схемы и отдельный файл для экспорта. В таком случае, если вы захотите вдруг поменять рамку или изменить паспорту, вы откроете свой предыдущий файл и поменяете там это. А если вы не создадите и просто сейчас обрежете края, то вам придется заново добавлять это пространство, чтобы потом скрин выглядел красиво. Итак, я вижу, что в моем случае нужно обрезать слева 13 клеточек, сверху и снизу по 8 клеточек и справа 10 клеточек. Для этого я захожу в меню «Канва», «Увеличить, уменьшить размер». Значения выставляю отрицательные, так как мне нужно их уменьшить. В случае, если вам нужно размер увеличить, то ставите просто положительное значение. Обрезать нужно таким образом, чтобы с каждой стороны у вас оставалась примерно одна клеточка, расстояние от схемы до края. И не забудьте все это дело сохранить. На этом подготовительный этап закончен. Для перехода к экспорту нажимаем «Файл», «Экспорт» в «Графический файл». В открывшемся окне находится великое множество настроек экспорта. Первое, что нужно сделать, это написать название нашей работы и имя того, кто ее создал. Для названия и имени дизайнера вы можете выбрать любой шрифт и размер, какой захотите, и какой имеется у вас на компьютере. Мне нравится, как на схеме выглядит шрифт «Bookman Old Style», поэтому я в своих схемах чаще всего использую именно его. Далее я предлагаю настроить формат самого файла. Для этого заходим в «Настройки» и проверяем, какие параметры у нас заданы. В разделе «Формат» должен быть выбран формат PDF, цветовая схема RGB. На вкладке «Поля» можно задать значение полей сверху, снизу, слева и справа, в дюймах, в миллиметрах или в пикселях. Я предпочитаю это значение ставить, равное нулю, так как размер полей можно будет дальше откорректировать в самой схеме. На вкладке «Разрешение» проверяем, чтобы количество точек на дюйм было не меньше, чем 300. Ок. Кнопка «Просмотр» позволяет предварительно посмотреть, что у вас получается, и как схема будет располагаться на листах. По умолчанию схема загружается в черно-белом варианте. Она содержит титульный лист, саму схему и ключ к этой схеме. На превью отображается тот вариант подбора рамки и паспорту, на котором вы остановились в последний раз. Но нас это не очень волнует, так как титульный лист и ключ мы будем оформлять отдельно. Почему важно сделать предпросмотр до того, как вы начали настраивать схему? Это позволяет вам оценить, на сколько страниц примерно может поместиться схема, и какие настройки нужно изменить, чтобы исправить уже имеющиеся косяки на схеме. Например, здесь я вижу, что название работы и имя автора накладываются друг на друга, что выглядит не очень хорошо. Название страниц на английском, что для русских вышивальщиц не совсем правильно. Также я вижу, что нумерация сетки идет из центра, как по горизонтали, так и по вертикали, что не очень удобно. Удобнее, когда нумерация идет из левого верхнего края, как по вертикали, так и по горизонтали, в одну сторону. Также мы видим, что не очень удачно сейчас выбран стиль бэкстича, он на схеме теряется и нужно его изменить. Давайте начнем по порядку и пройдемся по каждой вкладке. Заодно посмотрим, какие настройки предлагает каждая из них. Первая по списку вкладка «Область». Убрав галочку с центра как начало, мы отменим нумерацию клеток от центра. И они у нас станут нумероваться уже из левого верхнего угла, как мы и хотели. Откроем предпросмотр, чтобы в этом убедиться. Как мы видим, нумерация теперь идет корректная, сверху вниз и слева направо. Здесь также можно выбрать, какие страницы будут отображаться. Все, включая титульный лист, либо, например, только ключ, либо вы можете настроить какой-то конкретный диапазон страниц. Как я уже сказала, титульный лист я буду оформлять отдельно, поэтому я убрала галочку со строки «Включить титульный лист». А также мне не нужен ключ, поэтому я ограничила диапазон страниц с первой по вторую, так как моя схема помещается на двух листах. Теперь при нажатии предпросмотра вы можете увидеть, что у нас отсутствует титульный лист, отсутствует ключ и есть только две страницы со схемой. Вообще я советую вам нажимать предпросмотр после каждой кнопки, которую вы нажали, для того, чтобы понять, за что они отвечают. Это вам поможет быстрее запомнить, быстрее сориентироваться в том, какие настройки подходят именно для вас. Я все эти настройки уже помню наизусть, поэтому каждый раз просматривать схему я не буду. Также здесь можно выбрать ориентацию, альбомную, либо горизонтальную, и настроить масштаб страницы, который измеряется либо в квадратах на дюйм, либо в квадратах на сантиметр. Несмотря на то, что квадрат на сантиметр кажется нам более близким, я советую пользоваться стандартным набором квадратом на дюйм. По умолчанию это значение стоит равное 10. При таком варианте на один лист будет помещаться примерно 100 клеточек по большей стороне. Данное значение стоит по умолчанию не случайно. Дело в том, что большинству вышивающиц удобен именно такой формат, когда по большей стороне располагается не более 100 крестиков. Для вышивающиц с плохим зрением такой размер, конечно, будет слегка мелковат, а для зорких вышивающиц такой размер может показаться слишком крупным. Но тем не менее, большинству вышивающиц такой формат удобен. Я бы не советовала вам увеличивать значение 10 в большую сторону, так как при таком раскладе количество клеточек на одном листе будет увеличиваться, за счет чего эти клеточки становятся меньше, значит схема будет очень мелкая. Уменьшать можно. От этого клеточки будут крупнее, а значит и схема будет считаться лучше. Особенно это хорошо смотрится, когда схема небольшая, и за счет больших квадратов она занимает полное пространство листа. Переходим на вкладку ключ. Здесь вы можете изменить шаблон ключа, подстроить его под себя. Этому я вас учить не буду, так как ключ я оформляю всегда отдельно, чего и вам советую. Мы им воспользуемся лишь в конце, когда будем оформлять уже сам буклет к схеме. Поэтому сейчас эту вкладку мы просто пропускаем и переходим ко вкладке размера. Здесь вы можете задать размер вашего символа, то есть какое пространство он будет занимать внутри клеточки. По умолчанию размер стоит 80%. То же самое касается линий бэкстича. Вы можете задать их толщину, можете задать размер французского узелка, размер бисера. На самом деле здесь настройки максимально понятные. Нужно просто внимательно прочитать, за что отвечает тот или иной пункт. На мой взгляд схема выглядит намного аккуратнее, когда символ заполняет практически все пространство клеточки. Поэтому я меняю значение размера символа до 95%. Ширину линий бэкстича и ширину прямого стежка оставляю без изменений. Если в вашей схеме присутствуют французский узелок и бисер, лучше поставить значение немного больше, для того, чтобы на схеме они были хорошо отличимы. Более интересны следующие два пункта. Растянуть символы для сплит-стежков. Сплит-стежками являются петиты и узкокрестики, то есть вертикальные и горизонтальные крестики. Если оставить галочку на этом пункте, то символ, отвечающий за узкокрестик, будет растянут вертикально либо горизонтально, в зависимости от того, в каком стежке он используется. То есть, если у вас был символ в виде квадрата, то в вертикальном узкокрестике этот квадрат превратится в прямоугольник. На мой взгляд, такое отображение не совсем корректно, и оно может вышивальщицу запутать. Лучше эту галочку снять. Далее, не использовать толщину линии бэкстича для рисования. Когда эта галочка стоит, весь бэкстич у вас идет той ширины, которую вы задали выше в настройках. Если вы эту галочку уберете, то толщина бэкстича будет равна той толщине, которую вы используете в своей схеме. То есть, если у вас в схеме имеются бэкстич в одну нить и в две нити, то без этой галочки они будут отображаться корректно. Двойной бэк будет потолще, одинарный бэк будет потоньше. Эту галочку тоже лучше снять. Идем дальше и переходим в раздел «Сетка». Здесь мы можем настроить цвет нашей сетки и толщину линий. Если внимательно присмотреться к схемам для вышивки, то можно заметить, что сетка делится на два типа. Мелкая сетка – это те квадратики, в которых располагаются наши символы. И крупная сетка – это та сетка, которая делит мелкую сетку на крупные квадраты 10 по 10 клеточек. Иногда встречается еще и дополнительная сетка, так называемая средняя, которая делит квадраты 10 на 10 на более мелкие – 5 на 5. Все это делается для того, чтобы вышивальщице было удобно ориентироваться на схеме. Вы можете оставить значение по умолчанию, но на мой взгляд удобнее, когда между крупной сеткой и мелкой сеткой имеется разница хотя бы в два пункта. То есть это либо 4,2,2, где 4 – это толщина крупной сетки, 2,2 – это толщина средней и мелкой сетки. Значение средней и мелкой сетки должно быть одинаково, для того, чтобы у вас не выделялись квадратики 5 на 5. Центральная линия – это та линия, которая будет показывать, где проходит середина вашей работы по горизонтали и по вертикали. И на пересечении этих линий будет находиться центр работы. Толщину этой линии вы можете поставить, какую вам нравится, либо убрать ее вообще, оставить значение, равное 0. Я предпочитаю делать ее той же толщины, что и толщина мелкой сетки. Толщину разделителя 3 четверти также нужно поставить равной толщине мелкой сетки, если у вас эти 3 четверти на схеме присутствуют. Обязательно поставьте галочку напротив «Переместить центральные метки к ближайшей линии сетки». Иначе, если у вас в работе, например, несчетное количество клеточек, центральная линия будет проходить ровно посередине одной из этих клеточек. И тем самым она будет пересекать символы, загораживая собой и путая вышивальщицу. Также вы можете заменить цвет этой сетки. Можете сделать, например, крупную сетку черной, мелкую сетку темно-серой, для того, чтобы визуально выделить крупную сетку. На мой взгляд, черная сетка уже всем привычная, и обычно я цвета не меняю. Это не касается центральной линии, для нее нужно обязательно выбрать какой-то контрастный цвет, иначе она просто будет сливаться с сеткой и будет незаметна. Идем дальше и переходим на вкладку «Формат». Здесь вы можете выбрать формат вашей схемы, в каком виде она будет, в виде черно-белых символов, в виде цветных символов, в виде цветных блоков, цветных блоков с символами, блоков плюс символов с контуром, цветных крестиков и так далее. Кроме этого, можно выбрать стиль бэкстича, то есть режим его отображения, стиль прямого стежка, французского узелка, бисера, стиль полукреста, а также интенсивность цвета на вашей схеме. На этой вкладке все предельно ясно, нужно лишь читать то, что вы выбираете. Я обычно вывожу 4 вида схемы. Черно-белая схема с бэкстичем, черно-белая схема без бэкстича, цветосимвольная схема с бэкстичем и цветосимвольная схема без бэкстича. Наличие и отсутствие бэкстича выставляется на следующей вкладке, а здесь же мы можем выбрать стиль этого бэкстича. Для того, чтобы бэкстич был в виде сплошной линии и имел тот цвет, который вы для него задали, в графе «Стиль бэкстича» нужно выбрать «Сплошной цвет». В моей схеме имеется еще и прямой стежок, для него я выберу стиль «Контур плюс цвет». Для французского узелка и для бисера я вам советую ставить значение «Оба», чтобы французский узелок обозначался как цветом, так и символом. Очень важный момент касается стиля полукреста. Полукрест должен обязательно быть полным символом. Не забывайте ставить эту настройку, потому что если вы оставите как есть, то у вас вместо одного полного символа, в месте, где должны быть полукресты, в клеточке будет располагаться два маленьких квадратика с вашим символом. Может быть, видели такие схемы, где много-много мелких квадратиков, в которых очень сложно ориентироваться и практически невозможно разобрать, что там за символ внутри. Вот чтобы такого не допускать, обязательно ставьте стиль полукреста, полный символ. Теперь на предпросмотре мы видим, что стиль бэкстича изменился. Он теперь отображается в виде сплошной линии одного цвета. Для того, чтобы посмотреть на схему поближе, нужно приблизить наш просмотр с помощью левой кнопки мыши. Здесь мы как раз можем увидеть нашу сетку, которую мы настраивали. Видим, что крупная сетка отделена от мелкой. Для того, чтобы обратно отдалить предпросмотр, кликаем правой кнопкой мыши. Рассмотрим вкладку «Опции». Из названия вкладки понятно, что она позволяет нам добавить в схему дополнительные плюшки либо убрать их. Как я уже говорила, мне не очень нравится, когда название страниц написано на английском, поэтому я изменю слово «page» на «str», что будет означать «страница». Еще раз здесь можно выбрать ориентацию вашей схемы, но очень важно, чтобы ориентация страниц на вкладке «Опции» совпадала с ориентацией страниц на вкладке «Область», иначе программа может запутаться и не понять, что же вы хотите. Центральные метки показывают нам, где находится середина схемы – по горизонтали и по вертикали. Сетка нам нужна обязательно, без нее схема не получится. Нумерация сетки нужна обязательно. Если вы хотите, чтобы числа были над линиями, ставьте соответствующую галочку. Нумерация страниц нужна обязательно, если ваша схема не помещается на одной странице. Название вашей работы вы можете разместить на одной странице, либо на всех страницах, точно так же, как и имя дизайнера. Кроме того, вы можете настроить то, где они будут располагаться. Для этого нужно зайти в дополнительные настройки через кнопку XY. Как вы помните, у меня на схеме наслаивается название работы на имя дизайнера. Давайте попробуем сдвинуть название к левому краю, для того, чтобы оно не пересекалось с именем дизайнера. Позиция по горизонтали по левому краю сетки, выравнивание по левому краю. Когда вы станете супер профессионалами и изучите все настройки вдоль и поперек, вы можете устанавливать координаты вашей надписи, зная, на каком расстоянии по оси Х и по оси У они должны быть. Ну а меня пока устраивают стандартные настройки, которые предлагает мне программа. Идем дальше и определяемся с тем, нужны нам бэкстичи или нет. Я хочу сначала вывести схему с бэкстичем, поэтому ставлю галочку напротив него. Обязательно ставлю галочку напротив строчки «Не бэкстичи», это наши символы, это наши крестики, без них мы никуда. Их можно отключать в случае, если вы хотите вывести схему только с бэкстичем, без крестиков. Ставим галочку напротив линии разметки. Если у вас имеются 3 четверти креста или сплит стежки, напоминаю, это узкокрестики и петиты, то обязательно ставьте галочки напротив разделителей, иначе у вас не будет отделяющих линий. Карта страниц нужна в том случае, когда у вас очень большая схема, которая состоит из большого числа страниц. В таком случае карта страниц печатается на каждой странице и идентифицирует место этой страницы в общей массе. При желании вы можете настроить вывод сразу еще и второй схемы, которая будет содержать столько бэкстичей, или будет наоборот без бэкстичей. Я обычно вторую схему отключаю, потому что предпочитаю выводить каждую схему отдельно и контролировать результат. Идем дальше на вкладку «Поля». Здесь вы можете настроить расположение схемы на листах. Первое, что мы можем сделать, это настроить величину отступов слева, справа, сверху и снизу. Когда в настройках стоит галочка «Центрировать схему на странице», ваша схема равномерно распределяется по листам. Если схема занимает около двух листов, то ровно половина будет расположена на первом листе и ровно половина схемы будет расположена на втором листе. При этом отступы слева и справа будут одинаковыми. В случаях, когда эта галочка не стоит, перенос схемы с листа на лист происходит неравномерно. Давайте посмотрим на примере. Сейчас мы видим отцентрированную схему, которая располагается на двух листах равными частями. Теперь мы эту галочку уберем и посмотрим, что получится. Теперь мы видим, что максимальное пространство листа занято нашей схемой, и только та часть крестиков, которая не поместилась на первой странице, перенесена на вторую страницу. Кстати, сейчас мы еще видим, что даже после того, как мы сдвинули название работы в левый край, оно теперь стало пересекаться с названием страниц. А на второй странице так вообще все в куче, и название, и имя, и страницы. Если ваша ситуация очень похожа на мою, совсем чуть-чуть не вмещается на одну страницу, я все-таки советую вам уменьшить поля до тех пор, пока работа полностью не влезет на одну страницу, для того, чтобы не приходилось вот этот маленький кусочек оставлять на втором листе. Но если все-таки у вас никак не получается полностью поместить работу на одну страницу, а на второй странице происходит наезд названий, уберите галочку в разделе опции, показывать название и показывать имя дизайнера на всех страницах. Если вы оттуда галочку уберете, то название у вас будет только на первой странице, точно так же, как и имя дизайнера, и на второй странице, где остался небольшой кусочек схемы, накладки названия на имени уже не будет. Я выровняла название работы обратно по центру, теперь мы видим, что никаких накладок нет. Разрыв страницы только на крупной линии сетки говорит сам за себя. Если на этом пункте будет стоять галочка, перенос на другую страницу будет осуществляться только в том месте, где проходит граница крупной линии сетки. Если ваша схема состоит из нескольких страниц, нужно настроить перекрытие стежков. Для перекрытия лучше выбирать 2 или 3 стежка. Для стиля, на мой взгляд, лучше всего подходит либо однотонная заливка темно-серым цветом, либо штриховка. С помощью бегунков вы можете настроить любой цвет, какой захотите для вашего перекрытия. Не забудьте выбрать размещение тени. Тень может падать как на оба листа, так и на один. По умолчанию выбран вариант тень на один лист с правой стороны. В большинстве случаев используется тень на один лист. На какую сторону будет падать тень непринципиально, я оставляю все как есть и выбираю штриховку. Моя схема практически полностью поместилась на одном листе, за исключением пары крестиков. Поэтому я сейчас хочу уменьшить отступ слева и справа, для того, чтобы моя схема поместилась целиком на одну страницу. Для того, чтобы отступ уменьшить, я пишу значение с минусом. Если я хочу отступ увеличить, то пишу положительное значение. Нажимаем предпросмотр. Мы можем видеть, что добавилось перекрытие стежков. Теперь на втором листе есть два столбца с клеточками, которые повторяют столбцы с первого листа, и они заштрихованы. Как мы видим, схема все равно на одном листе не поместилась. Дело в том, что предпросмотр может слегка искажать информацию, и на самом деле вся схема уже поместилась целиком на одну страницу, просто предпросмотр показывает некорректные данные. Убедиться в том, что схема поместилась на одну страницу, мы можем только после того, как выведем схему в PDF-файл. Но прежде чем это сделать, я еще уменьшу значение полей слева и справа. Переходим на вкладку «Цветовые варианты». Именно здесь мы выбираем, какая палитра будет использована для полного креста, для полукреста и для бэкстича. В моем случае для полного креста я выбираю палитру «Мастер», для полукреста также палитру «Мастер», а для бэкстича «Альтернейт 1». Также у меня имеется прямой стежок, для него я также выбираю «Мастер». Если в вашей работе присутствуют французские узелки и бисер, для них также нужно выбрать цветовой вариант. У нас осталась последняя вкладка, которая называется «Аппетит». Она будет полезна в том случае, если в вашей схеме присутствуют большие области, которые заполнены аппетитами. У вас есть возможность настроить, каким будет этот участок схемы, как он будет обозначаться и в каком месте схемы располагаться. Все настройки рассмотрены, пора экспортировать. Для этого вернемся во вкладку «Область» и проверим, какие страницы у нас выбраны для экспорта. В моем случае это первая и вторая страница. Я нажимаю «Экспорт» и выбираю место, куда будет сохранен мой файл. В названии схемы прописываю опции, которые я установила в настройках. Сейчас я вывожу схему в черно-белом формате с бэкстичем. Именно таким образом я и называю этот участок схемы. После первого сохранения обязательно проверяю, как выглядит мой PDF-файл. Нужно обратить внимание, все ли символы у вас видны на схеме. Иногда бывает такое, что какие-то символы не поддерживаются в формате PDF и вместо них остаются просто пустые клеточки. Кроме этого, нужно проверить стиль бэкстича, правильно ли он отображается и корректен ли цвет. Также нужно проверить нумерацию сетки, нумерацию страниц, название работы и имя дизайнера. Кстати, моя работа поместилась на одном листе. Это то, о чем я вам говорила, что на предпросмотре не всегда отображается корректно. Лучше проверять уже в готовом PDF-файле. Раз у меня вся работа поместилась на одном листе, то мне нет необходимости выводить обе страницы. Я буду выводить только первую страницу. Во вкладке «Область» в графе «Страницы» прописываю 1. Проверяю, чтобы выбранный формат был черно-белые символы, а в опциях были выбраны бэкстичи. Цветовые варианты без изменений. Все готово. Нажимаем «Экспорт». Так как я переделываю предыдущий файл, то при сохранении я не буду задавать ему новое название, а заменю предыдущий файл. Далее я вывожу еще один файл с черно-белыми символами без бэкстича. Если у вас имеется дома принтер, то желательно на этом этапе схему распечатать, для того, чтобы понять, хорошо ли подобран размер схемы, насколько крупные клеточки и насколько подходящая толщина линий выбрана. После того, как черно-белая схема готова, переходим к цветосимвольной. После вывода цветосимвольной схемы нужно посмотреть, все ли символы видны за цветом. Если в вашей работе присутствуют темные цвета, например, темно-коричневые, темно-серые, то черные символы могут быть на них слабо заметны. Чтобы этого избежать, существует функция «Белые символы на темных цветах». Нужно поставить галочку напротив этой строчки во вкладке «Формат». В таком случае на всех темных цветах символы будут отображаться белым цветом. На мой взгляд, красный цвет бэкстича на моей схеме не совсем подходит, особенно на розовых участках. Он сливается с цветами крестиков. Поэтому я решаю его заменить на какой-то альтернативный цвет. Для этого я создала еще один альтернативный цвет и выбрала ярко-зеленый. Черно-белую схему при этом я менять не буду. В черно-белой схеме бэкстич будет отображаться красным цветом, а в цветосимвольной – зеленым. На этом этап экспорта закончен. Теперь нам нужно оформить титульный лист и ключ для того, чтобы все это соединить в единую схему. Пример титульного листа, который использую я в своих работах, вы можете видеть сейчас на экране. Он содержит название моей группы Candy Frame, крупный скрин сюжета, название работы и краткую информацию о размере работы в крестиках, количестве цветов, используемых техниках вышивки, автора схемы и автора рисунка. Далее идет схема без бэкстича и схема с бэкстичем. Все это завершается ключом. Ключ я оформляю в таблицу. На мой взгляд, такой формат ключа хорошо читаем и понятен для вышивальщицы. Также в ключе я указываю рекомендуемую основу, размер готовой работы в сантиметрах и еще раз дублирую автора схемы и автора рисунка. Чаще всего в моих схемах я еще прикрепляю инструкцию по вышивке. Оформить такой титульный лист можно в обычном вордовском документе. Для этого мы с вами открываем документ. Вы можете использовать стандартные шрифты, которые имеются у вас на компьютере. Я открыла пустой документ и первой строкой я пишу название своей группы. Вы можете написать свое имя, либо если у вас есть ник, пишите свой ник. Следующей строкой я добавляю скрин-схема. Его можно просто перетянуть. Обычно программа автоматически подгоняет размер встраиваемой картинки под размер листа. Если этого не произошло, просто потяните за один из углов картинки для того, чтобы уменьшить, либо увеличить ее. Следующей строкой я указываю название своей схемы. Далее нам нужно указать некоторые технические моменты схемы. Первое это размер. Размер схемы можно посмотреть, нажав в программе Cross-Titch Pro на кнопку информация, длина нити. Здесь вы видите, сколько точно крестиков по горизонтали и по вертикали составляет ваша работа. Можете указать точное количество. Я обычно указываю округленные значения 80 на 90. Можно также в скобочках указать, сколько это будет в сантиметрах. Для того, чтобы узнать размер в сантиметрах, нужно изменить параметры во всплывающем окне на сантиметр. И мы видим, что моя работа будет примерно 15 на 17 сантиметров. Далее нужно указать количество цветов. Количество цветов можно либо посчитать по палитре, что не очень удобно, либо, не уходя далеко, в этом же окне нажать на кнопку нити. Здесь мы видим перечисление всех наших цветов. Не забывайте переключиться в палитру мастер перед тем, как будете пересчитывать свои цвета. Я вижу, что в моей работе 10 чистых цветов и 8 блендов. Так и напишем. Следующей строкой я обычно указываю автора исходника. Данный исходник я взяла на фотостоке FreePick. Если у вашего изображения имеется конкретный автор, несмотря на то, что вы скачали его, например, на фотостоке, обязательно нужно его указать. И себя любимого последней строкой. По желанию на титульный лист можно добавить еще и используемые в работе техники. В моей работе используется полный крест, 3 четверти креста, вертикальные и горизонтальные узкокрестики, счетный бэкстич, а также прямой стежок. Теперь нам нужно красиво это все оформить. Как вы видите, создать простую лаконичную обложку не составляет ничего сложного. Вышивальщица будет чувствовать ваш индивидуальный подход к каждой схеме. Мне всегда приятно открывать схемы, у которых отдельно сделан титульный лист и отдельно сделан ключ, потому что я знаю, что над этой схемой автор действительно постарался и сделал максимально удобно для меня, для вышивальщицы. Не забудьте этот документ сохранить. Моя рекомендация – прописывайте названия, максимально понятные для вас самих, чтобы вы потом, не открывая файл, могли понять, что в нем находится. Как же нам сделать эту обложку в формате PDF? Все просто. Нужно просто сохранить ее в соответствующем формате. Это позволяет сделать офис, начиная с седьмого, насколько я помню. Нажимаем «Сохранить как». Выбираем место, куда будем это сохранять. И в разделе «Тип файла» выбираем «PDF». «Сохранить». Теперь мы видим, что наша обложка сохранена в формате PDF. Перепробовав разные варианты, я нашла для себя оптимальный вариант ключа. У меня имеется уже заготовленный шаблон. Вы можете создать себе шаблон самостоятельно. Мой шаблон состоит из следующих частей. Первая – это таблица с символами. Таблиц может быть несколько, если в вашей работе присутствуют еще полукресты. Сначала идет таблица для полного креста. Здесь я указываю символ, номер мулине и количество нитей в метрах. Если бы у меня имелись в работе полукресты, у меня была бы еще одна таблица, точно такая же, только она бы называлась «Полукрест». Если у вас не очень много значков, таблицу можно совместить. Например, слева у вас будет полный крест, а справа полукрест. Далее у меня перечислены цвета бэкстича, французский узелок, рекомендуемая основа и какая-то дополнительная информация. Все это завершается инструкцией по вышивке. Инструкция по вышивке тоже у меня в виде таблицы, куда добавлены изображения и какие-то описания. Вы можете составить свою инструкцию, как вам хочется. Итак, как я заполняю таблицу с ключом? Помните, я говорила, что раздел «Ключ» в экспорте схемы нам еще понадобится? Так вот, настало его время. Я нажимаю «Просмотр, экспорт ключа», предварительно выбрав нужное мне значение. Я сейчас хочу видеть цветные блоки с символами и хочу, чтобы там присутствовали бэкстичи. «Просмотр, экспорт ключа». Мы видим тот ключ, который автоматически сформировала нам программа. Здесь имеются символы и имеются номер цвета. Так как сортировка у меня установлена на номер цвета, то сначала у меня идут номера цветов от самого меньшего к самому большему, и после этого идут бленды. Порядок у них идет не столбцами, а строчками, то есть слева направо, слева направо, слева направо. 39-й, 46-й, 47-й, 50-й, 63-й и так далее. Что я делаю? Я обычно просто копирую символы прямо отсюда. Можно скопировать с помощью соответствующей кнопки «Копи» либо через «Контрол-С», через горячие клавиши. И вставляю символ в таблицу. Предварительно нужно еще посчитать количество строчек, которые вам понадобятся. Например, я вижу, что здесь у меня 9 строчек. Значит, 9 строчек мне понадобятся и в моем ключе, так как у меня символы располагаются также в 2 столбца. Как вы видите, символы встали довольно коряво. Они слегка великоваты для моей таблицы. Я их обычно редактирую. Ставлю значение высоты и ширины 50%. После этого можно переносить номера цветов. Почему же я переношу каждый символ отдельно? Наверняка проще просто это все скопировать, куда-то вставить. На мой взгляд, когда вы делаете это вручную, вы еще раз себя проверяете. Иногда вылазят такие ошибки, как повторяющиеся бленды, повторяющиеся цвета, очень похожие символы. И когда вы делаете это все вручную, копируя и вставляя каждый отдельный элемент, вы еще раз себя проверяете и еще раз все просматриваете. На мой взгляд, так и должно быть. Это ручная работа и она должна быть проверена несколько раз, потому что вы это все отдаете вышивальщице. Вы должны быть уверены в том, что ваша работа готова на 100%. Ручной перенос символов и ручной перенос номеров цветов и ручное проставление количества нитей добавит вам уверенности в том, что в вашей схеме все правильно, потому что вы вручную все проверили и вручную все вставили. Например, сейчас я поняла, что у меня есть цвет, который используется только в бленде, и его нет в чистом виде. Это значит, что я не учла его при подсчете цветов, когда создавала обложку. И чистых цветов нам требуется не 10, а 11. Поэтому сразу я вношу изменения в свою обложку и переделываю PDF-файл. И я обязательно прописываю этот факт в ключе. После того, как символы и номера цветов заполнены, я перехожу к Backstitch. Файл, кстати, нужно тоже сохранить. Так как это шаблон, сохранять его прямо здесь я не буду, а сохраню его как новый документ. Это ключ у меня для цветной схемы, поэтому я именно так и прописываю в названии. В цветной схеме у меня используется Backstitch зеленого цвета. Я помню, что для Backstitch у меня используется 801 цвет, и именно его указываю в ключе. Французских узелков в моей схеме нет, поэтому я эту надпись убираю. Рекомендуемая основа. Линда 27 каунта белого цвета. Мурана 32 каунта белого цвета. Лен 28 и 32 каунта также белого цвета. На этом ключ почти готов. Осталось заполнить лишь длину нитей. Для этого мы снова идем в раздел информация, длина нити. Лучше поставьте автообрезку и размер поставьте в сантиметрах. Нити Backstitch увеличьте до 2. Лучше посчитать с запасом, чем потом вышивальщице не хватит ниток. Это будет неприятно. И нажимаем на кнопку нити. Здесь мы видим, какое количество стежков будет вышито каждым из этих цветов. Какое количество Backstitch будет вышито каждым из этих цветов. Какая длина в метрах понадобится для крестиков. И какая длина в метрах понадобится для Backstitch. И конечное количество метров. Что здесь нужно учитывать? Если в вашей работе есть бленды. Например, у меня это 963 цвет. Я вижу, что в чистом варианте его понадобится 70 см. Но при этом он у меня участвует в двух блендах. С 819 цветом и с цветом 3807. А также еще и с белым цветом. Поэтому я к 0,7 прибавляю также еще 0,6, 0,7 и 0,7. Таким образом, 0,7 плюс 0,7 это 1,4. Плюс 0,7 2,1. И плюс 0,6 2,7. И таким образом просчитываю длину для каждой нитки. И вот тут я нашла еще один цвет, который у меня используется только в бленде. В этой работе получилось аж два таких цвета. Это белый, B5200. Но я добавила его смело, потому что белый цвет есть в запасах у любой вышивальщицы. Поэтому я насчет белого цвета не переживаю, что он используется только в бленде. На этом цветной ключ закончен. Осталось только сохранить его в PDF файл. Снова приходится менять количество цветов на титульном листе. Если бы я не делала эту ручную проверку, я бы не нашла эти два цвета, и информация на титульном листе была бы некорректная и неверная. Нам осталось сделать только черно-белый ключ. Черно-белый ключ можно сделать по аналогии, но я сделаю немного проще. Во-первых, я пересохраню этот файл, так как я теперь буду создавать ключ в черно-белом варианте. Я иду в меню «Вставка». Здесь вы можете выбрать ту раскладку символов, которую вы использовали в своей работе. Двойным щелчком вы добавляете символ в то место, где стоит ваш курсор. Можно даже не выходить и не закрывать каждый раз окно с символами. Можно просто переставлять курсор в то место, куда вы хотите добавить новый символ. После того, как все символы добавлены, я просто удаляю цветные символы. И все, черно-белый ключ готов. Итак, мы подготовили все необходимое. У нас имеется обложка, черно-белый вариант схемы, у нас есть цветной вариант схемы, у нас есть цветной и черно-белый ключ. Осталось все это дело соединить. Для соединения файлов между собой я пользуюсь той же самой программой, через которую я просматриваю PDF-файлы. Вы тоже можете сделать так, если у вас расширенная лицензия, то есть про-версия этой программы. Если же у вас не про-версия этой программы, то это можно сделать через сторонние сайты. Покажу, как я это делаю. Захожу через кнопку «Создать», «Объединить файлы в один документ PDF». Через кнопку «Добавить» я добавляю необходимые мне файлы, которые я хочу соединить. Я загрузила цветной ключ, цветную схему с бэком и без бэка и обложку. Все файлы можно менять местами. Ключ я переношу в конец. И моя последовательность следующая. Обложка, схема без бэкстича, схема с бэкстичем, ключ. Объединить. Теперь наша схема состоит из пяти страниц. Начинается она с обложки. Следом идет схема без бэкстича, схема с бэкстичем и ключ. Сохраняем этот документ. Финальные версии файлов я называю схема CV, схема ЧБ. Так я точно знаю, что это конечный вариант моей схемы. И повторяю то же самое с черно-белой схемой. Меняю документы местами, так как мне это нужно. И объединяю. Схема готова. Мы проделали с вами огромную работу. Начали с АЗОВ, изучили все возможности программы. Нашли исходник, отрисовали бэкстич, заполнили контур крестиками. Подобрали символы и вот, наконец, вывели нашу первую схему в файл. И она готова к тому, чтобы вы показали ее миру. Надеюсь, что этот курс был вам полезен. Делитесь со мной вашими результатами. Я буду очень рада посмотреть на каждую из ваших работ. Успехов в творчестве!